Продолжение следует... 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 А сейчас нас что соединяет? Теория. Теория у нас останется ещё и соединять будет на следующей лекции. И до экзамена ещё. Экзамен нас будет соединять и разделять. Или не будет нас разделять? Вы на экзамене будете принимать или только сдавать? Я бы не отказался и принять. Да вы бы-то не отказались, а буду принимать-то я. То есть разделяет нас экзамен? Разделяет? Нет, вы хотите сразу себе сказать. Вы хотите сразу две мысли выразить, а у меня голова одна. У меня мысли заходят по очереди. Не знаю, как у вас они, как звук в уши там сразу. Вы сюда и вторая. Вот, соединяет и разделяет одновременно. А что это? Как называется это? В данном случае что у нас с вами сейчас соединяет и разделяет? У кого? Во-первых, кто тут есть? Во-первых, тут есть студенты. Или нету тут студентов? Пока есть. Раз. Во-вторых, есть преподаватель. Два. Но преподаватель – это не студент же, а студент – не преподаватель. Значит, разделяет же это? А что нас разделяет? Ну что нас с вами разделяет? Ничего нас с вами не разделяет. Это хорошо. Расстояние. А? Если я к вам ближе подойду, оно не будет разделять, думайте, все равно. Будет. Значит, не расстояние. Расстояние тут ни при чем. У вас расстояние между собой у вас разделяет. А нас с вами расстояние абсолютно не разделяет. Знания у нас. Раз разделяет знания. Никогда не думал, что знания могут разделять. Я думал, они могут только сближать. Сейчас что происходит-то вообще? Что здесь делается у вас в этой 50-й аудитории исторического института истории? Можно кто-нибудь сказать? Что происходит? Лекция. Лекция, дорогие товарищи, нас соединяет или не соединяет? Ну, слава Богу, во-первых, она нас соединяет. Почему? Потому что если вот меня нету, а вы вот будете сидеть, это не лекция. И наоборот, я вот сейчас сижу, а вас никого нет. Это тоже не лекция. То есть лекция нас соединяет или не соединяет? Вот на это можете остановиться? А, допустим, в следующий раз мы обсудим, нас разделяет или нет. Надо вот как-то одну мысль так затвердить, потом переходить к другой мысли. Значит, лекция нас соединяет. Так, теперь всё, усвоили? Переходим к следующему. Лекция нас разделяет или нет? Разделяет. Я же преподаватель, а вы студенты. Я говорю, вы слушаете. Или говорите, когда я попрошу. Значит, разделяет. Вывод. Лекция нас что? 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 Одновременно соединяет и разделяет. Вот такая определённость. Определённость. Лекция – это же определённость. Это же не вообще что-то, а лекция. Так вот, одна и та же определённость, которая соединяет, тут не одна времени, а что одна и та же определённость, которая соединяет и разделяет два нечто, называется границей. И тогда уж никак он на линию, она никак не похожа, как-то он, товарищ вертолёт, хотел объяснить. Никак. Представляете, лекцию назвал линией. Но как генеральная линия ещё может идти. Но вот линии просто нет. То есть граница – это не такое примитивное понимание, что это какая-то чёрточка, которая что-то разделяет. Правильно? А граница – это определённость. Она проходит через вас, а через другую сторону. Два нечто. Вот одно нечто. Есть одно, есть другое нечто. И одна и та же определённость у нас одна и та же. Эта кофточка у вас своя. А лекция у нас общая. Общая. И в ней вы участвуете как слушатель, а я участвую как преподаватель. Чего тут непонятного? Общая у нас лекция. Я могу выйти, можете без меня лекцию продолжать. А вы скажете, да ладно, мы пошли. Тоже, пожалуйста, продолжайте свою лекцию. Тоже будет неплохо. Значит, вот отсюда это вот более глубокое понимание, чем есть в обычном представлении. Вот чем отличается Гегель? Вот чем отличаются вообще гениальные люди? Они берут простые такие вещи, но кто не знает, что такое граница? Ну, всем это известно. Начинаешь выяснять, а что это такое? И вот начинаются поиски. Чего это такое? Что это такое? Значит, одна и та же определённость, которую соединяет едва нечто. И теперь надо предварительное знание. Это я хочу... Сейчас я хотел просто вам дать другое понимание развития. Ещё одно. И вот теперь надо сказать, что такое предел. Кто-нибудь может сказать, что такое предел? Ну, предел математики вы знаете. Там другое определение. Математики. Знаете математическое определение предела? Нет? А чего вы не знаете? Ну что, у вас не было высшей математики, что ли? Анализ был? Ну, и что такое предел? Девушки, мы историки, а в истории нет пределов. А? Ну, предел функции вы или предел последовательности? Ну, предел последовательности – это легче вам сказать. Ну, кто-нибудь может сказать предел последовательности? Ну, ладно, и не надо. Хорошо. Ну, это есть предел математики. А сейчас вот философия, как она называется, пределом. Так. Вот все видят вот эту часть, да? Вот летит самолет. Пока он до этого места не долетел, вот этот рубеж для него предел или не предел? Это вот некоторая граница, да? Граница, она разделяет эту часть и вот этот, начиная с этого места. Пока самолет не долетел до этой границы, она для него предел или нет? Предел. Пока не долетел. Ну, не долетел же он. Какая же она для него предел? Он летит, все летит. Десять часов будет лететь. Двадцать часов. И все, он никак не до него не долетит. Предел она ему или нет? Нет. А если даже он не только двадцать, осталось тридцать секунд, все равно еще можно лететь. Когда она пределом становится? То бесконечно. Если пролетел самолет над ней или он зависает? Вы как думаете, если самолет летит из России в Китай, он как-то летит до границы, и тут, поскольку она граница дружбы, он, значит, тут зависает и так вот. Или он пролетает дальше? Пролетает. Пролетает. А когда он уже пролетел через границу, она для него предел? Уже нет. То есть тут она еще нет? А там уже нет. Когда предел? Когда он что? Когда он не остановится. Остановится. Я так и думал. Вы что, самолеты останавливали на границе? В воздухе? Террористы, что ли, вы? Как вы можете остановить самолет? Только это из какого-то ПЗРК. Побахнуть есть. И другого способа остановить самолет нету. Ну, как вы себе представляете, самолет с какой скоростью летит? Восемьсот пятьдесят девятьсот километров в час. И вы его хотите остановить. Потому что он, видите, перелетает. А что там страшно? Влетать в Китай, что ли? Там наши друзья. В чем дело? Зачем надо останавливать-то? Вот это интересные у вас мысли какие-то. Остановить вам надо его. Самолет остановить. Вы чего? Он говорит, остановите, и я тут сойду. Ничего себе. Наверное, для самолета придется точка, в которой он никогда не находится. Точка, в которой он не находится? Так, а что о ней тогда и говорить? Она к этому нашему делу не имеет никакого отношения. Точка, в которой никогда не находится самолет. Не надо про него приземляться. Он дальше прилетел туда-туда. Повторяю, это логическая задача. Значит, пока самолет не долетел до границы, она ему не придел. А как только он перелетел через границу, она ему тоже не придел. Когда ему придел границы? Когда он на границе. Когда он на границе. То есть, когда... Что значит на границе? Стоит на ней, как ваш коллега говорит? Двигается через нее. А? Двигается. Вот, когда он двигается через нее. Что такое предел? Пределом называется граница, которую переступают. Или переходят. И все. Все. Вы так понимали предел? Нет. Почти. Предел – это граница, которую... Вот, это нестандартное понимание. То есть, больше не так понимают, чем так понимают. Но это вот... Это истинное диалектическое понимание границы, предела. Вот вы сейчас что, зачем сюда пришли? Вы же у вас есть какой-то багаж знаний, да? Вы хотите за него выйти? Нет. Этот багаж знаний – это некоторые границы, которые отделяют ваше знание от незнания. Поле знания от поля незнания. И вы сейчас что делаете? Выходите за что? За границ, то есть предел. То есть, выходите за свой предел. Кто не вышел за свой предел? В сегодняшний лекции есть такие? Те, кто не пришли на границу. А? А? Ну да. На лекции вы выходите за свой предел или нет? Вы за свой предел выходите? То есть, свои знания пополняете или нет? Ну, так значит, вы все время выходите за свой предел. А если вы не выходите за свой предел? Кто не выходит за свой предел? Есть такие? И в этой истории таких нет. Никто не откликается. Обыденное обывательское представление. Я, говорит, дошёл до предела. Ну, если дошёл до предела, значит, всё хорошо. Значит, ты уже переходишь. Правильно? Это ведь граница, которая переступает. Вот интенсивное занятие в чём состоит? Дойти, доходить всё время до своего предела. И переходить его. Почему? Потому что пределы то, что переходишь. Раз вы дошли до предела, уже вы переходите его. Только тогда вы можете дойти до предела, когда вы его переходите. Правильно? Потому что предел – это граница, которая переходит. Раз вы до предела дошли, значит, вы его переходите. А кто такой ограниченный человек? Есть такие? Не только не хочет, не выходит за свой предел. Не выходит за свой предел. И вот этот, люди, некоторые даже настаивают. Нет, я только делаю то, что умею. Есть такие люди здесь, которые делают только то, что умеют? Студент – это человек, который делает то, что умеет, или всё время делает то, что не умеет? Не умеет. А? То, что не умеет. То, что не умеет. И вы же, если вы не знали, сейчас знаете уже. Только что я спрашивал, что был предел. Вот один человек с грехом пополам какую-то придумал линию сначала, но вырулил постепенно. Ну, теперь-то вы вышли за этот предел. Теперь у вас же другой предел. Ну? Так вы из него собираетесь выходить? И Леха говорит, всё, вот это я узнал, больше мне ничего в жизни не надо. И всё на этом. И дальше руки всё закрыли, и уши закрыли. И не смотрите, чтобы такая была категория важная, чтобы другие не заполняли вам голову больше никогда. То есть человек должен что делать? Делать то, что умеет, или делать то, что не умеет? Ну как? Люди вот не летали в космос, теперь летают. Они же не умели. И кого больше всех хвалят-то, которые сделают то, что не умеют? Ну мы же не... Вот первый человек полетел в космос, Юрий Гагарин. Ну что, ну раз он первый полетел, что он умел, что ли, летать в космос? Ну, он может ли уметь летать в космос, если он первый раз полетел? Смешно даже подумать даже об этом, правильно? Или спутник запустили, мы первый в мире. Ну, это кто это такое делал? Вот у вас там такой поезд есть, который... Какая там максимальная скорость развивается на магнитной подушке? Сколько километров в час? Четыреста пятьдесят. А? Четыреста? Четыреста пятьдесят. Четыреста пятьдесят. А нам подсовывает немецкий Сапсан. Нет, чтобы у китайских товарищей взять, которые четыреста пятьдесят километров в час. Два часа и в Москве. Два часа и в Москве были бы уже. Они болтались на этом Сапсане, как в этом ведре. Ну, чего? Купили дрянь какую-то германскую. Вот люди делают. Пойдите. Мы тоже купили из германской. Так вы купили хорошее, а мы дрянь купили. И сравнили. Могли бы наши и у вас поучиться покупать не дрянь, а что-нибудь передовое. Мало ли что продается. Идите на рынок, там барахла полно. Так вы купите что-нибудь хорошее. Да вы и купили хорошее, а мы купили дрянь. Раз мы купили эту дрянь. Для обслуживания этой дрянь надо тоже отсталые все эти вагоны. Они потом... Знаете, что с Сапсаном бывает в снежную зиму? Все там эти... Начинает там все это тормозить при снеге. И он останавливается. А за ним идет Невский экспресс, про которого молчат с той же скоростью, как Сапсан. Он спокойно проходит. А эти самые колесные пары тормозят немецкие. Что русскому хорошо, то немцу смерть. Русские с китайцем братья навек не могли, по крайней мере, поинтересоваться. Они у нас все время лучшее брали, а мы лучшее у них не берем. Кто умный, кто дурак тут получается в этой ситуации? Надо же учиться, если кто-то взял хорошее, надо пример брать. А тот человек, который не выходит за свой предел, как называется? Ограниченный человек. Так, есть тут товарищи, которые хотят быть ограниченными людьми? Ученый, нету вывод. Все время надо стараться делать то, что ты не умеешь. Скажем, ученый. В чем смысл ученого? Он, если он новый не открывает, он ученый или нет? Ну, он эрудит, может быть. Он, может быть, многознайка там или кто. Он там это читал, то читал, это читал. Может вам рассказать. Но это не его достижение, не он это впервые открыл. Правильно? А ученый тот что-то новое сделал в науке. И это новое должно быть опубликовано для того, чтобы общественность смогла это так или иначе узнать. А если мы не публикуем ничего нового? Какие к нам требования предъявляются? Преподавателям. Если я ничего нового не делаю, так меня надо выгонять. То есть, если я не делаю то, что не умею, меня надо выгнать. Вас можно оставить, потому что вы всё равно делаете всё время то, что не умеете. Почему? В этом смысл студента. А люди, которые уже в возрасте, они начинают из себя изображать солидных таких. Дескать, нам это не надо, мы хотим быть дураками. И становятся ограниченными людьми. А есть в английском языке такое выражение I am a student. Что это означает? Я обучаюсь всю жизнь, как у военных есть. Я солдат, говорит генерал. Или маршал. Говорит, я солдат. Он не забывает, что он солдат. А тот взрослый, так сказать, человек, доктор наук, который вдруг забыл, что надо выходить за свой предел, он уже не учёный. Он был учёный до этого момента, а потом перестал. Не обязательно быть учёным. Получил докторскую степень, звание профессора. Сиди. Сиди, вуз не дуй. Хорошо же. Ну, тем не менее, против нас всякие драконовские меры применяют, чтобы мы обязательно публиковали и так далее. Иначе мы не считаемся. Если мы не даём ничего нового, мы не преподаватели. Так что вот так. Для вас это вообще просто необходимо. Значит, что ещё? Второе определение. Какое получилось у нас в развитии? Развитие – это постоянный выход за свой предел. Я думаю, надо какую-нибудь клятку студенческую сделать. Всю жизнь буду выходить за свой предел. Посвящение студенты, да? Хорошее же. Но это на первом курсе нельзя? Или только после первого семестра уже надо? Вот сейчас как раз. Так что если вы устроите, мы это сделаем. Клянусь, постоянно выходить за свой предел. За свою границу. Да? Так, а кто, говорит, хочет остаться ограниченным человеком, тот и не выходить за свой предел. Кто постоянно выходит за свой предел? Дети. Учиться у них надо. Они постоянно выходят за свой предел. Причём они даже себе не отдают в этом отчёта. Грудные дети причём. С чего они начинают? С того, что они не могут голову держать. И все боятся родители. Сейчас голова-то откатится или сломается здесь что-нибудь. Всё время поддерживают. А он раз-раз. Потом смотришь, он уже так вот держит. Второй этап. Какой у него борьбы? За что? То, что он пытается сделать, то, что не умеет. Лежит на спине и как вот жуки. Знаете, как они? Перевернёшь их, они так вот заболтают ногами и не могут. А есть щелкунчики жуки, которые так вот щёлк и перевернётся. Видели таких жуков? Ну, а основная масса так вот и болтается. Пока кто-нибудь не склюёт какой-нибудь. Придёт какой-нибудь воробей раз и готовый. И нет его больше. Потому что он, ну, не может. А что делает, так сказать, дичёныш человеческий? Он начинает. Раз-раз. Пытается. Туда-сюда. Видишь, он смотрит на животе уже. Это он умел? Он никогда в жизни не превращался. Никогда в жизни на живот не превращался. Уже перевернулся. Дальше у него какая задача? Он не за это разговаривать не умеет. Какие задачи? Он ничего ставить вроде не может. Что он делает? Как он подносит? Назад он. Отталкивается руками вперёд и ползёт назад. Почему? Потому что не может он вперёд. Потом через некоторое время смотришь, он уже вперёд. Ползёт. Вперёд-назад. А дальше начинается. Потом он, если даже нет кошек. Никаких ни у кого. Вдруг он начинает становиться на четвереньки. И не ползает. А вот на четвереньках быстро бегает уже. Некоторые так быстро бегают на четвереньках, что не заставишь вообще вставать и учиться ходить. Зачем вы это ходить? Я добегу до любого места на четвереньках. Прекрасно так добегает. А потом вдруг начинает вставать. Их кто обязывает, что ли, вставать? Нет, они сами вставят, тут качаются, а потом хлоп. А дальше? А ходить? Только начинают ходить. Опять хлоп. Будет там и природа присмотрелась. Мягкая голова. Иначе там бы просто раскололось бы, как орех. Такой грохот бывает. Ну, а дальше? А говорить он может? Все смеются, что он там какие-то звуки издает. А потом же начинают говорить. А он умел говорить? Нет. Так он вышел за свой предел опять. И вот становятся такие вот уже вы как раз в такой стадии. Солидность такая приобретена уже некоторых. Некоторые там при всей солидности могут пошутить, как товарищ вертолет. Он это не потерял, такую детскую непосредственность. А другие стали такие солидные. Говорят, что же я сейчас скажу, что он не в попад. А дети, вот они не боятся сказать не в попад. Лепят и лепят, говорят, все смеются. Они продолжают говорить. Потом они уже меньше и меньше делают ошибок. И начинают лепетать. И уже прекрасно говорить. Так? Такие сказывания. А как это можно? Как можно научиться говорить? Ну, только если будешь говорить. А как можно научиться плавать? Кто-нибудь научился плавать на берегу? Хоть один человек за всю историю человечества. Так надо в воду лезть и плавать. А кто, как научиться писать? Научные работы писать. Как? Что надо делать, чтобы научиться писать научные работы? Писать. Писать. Вы сколько написали научных работ? Нет. Почему? Почему? Ну, чем вы объясните свое отношение к науке такое? Зачем вы пришли к нам в Институт истории, если вы ничего не пишете? Идите отсюда. Ну, зачем вы сюда пришли? Ждете, когда постареете? Чтобы ваша борода седая была? Вы почему не пишете? Ну, что вы скажете вот мне? Что? Что вам мешает писать? А что не пишете? Бездельник, что ли? Или ограниченный человек? Боитесь выйти за свой предел? Я же до этого не писал. До этого вы и вообще студентов не были. Вы сейчас историк становления. Так и давайте. А что вы ждете? Что становление к вам придет? Само? Не вы будете становление? А оно к вам придет в гости? Я предлагаю его осудить всем миром. Еще есть такие экземпляры, которые ничего не пишут сейчас? На тему историческую. А что вы тут? А вы что смеетесь? Вы тоже не пишете с ним? Вот. Учитесь. Вот. Он пишет. Вот, допустим, вы даже не додумались, если бы написали заглавие своего произведения. Это уже считается, что вы пишете. Вот этот человек темный, в науке не разбирается. А это что? Вот когда заглавие написали. Это целый. Это замысел. Целый, целый. Развитие идет от целого к целому или от части к целому? От целого к целому. Ну. Так если я написал заголовок. История социализма в СССР. Все. И пишу. А что значит пишу? Думаю на эту тему. Вот еду в автобусе и думаю. Это же предполагается, что я когда пишу, я думаю. Это означает, что вы пишете? Ну, вот так и вы сидите. А вы, если что-нибудь придумаете, тогда записываю туда. И складываю в папочку. В эту папочку назовите там. Тему и туда в папочку кидайте. И записи свои мысли. Мысли у вас возникают иногда? Ну, только что они? Сейчас у вас некуда их даже деть, ваши мысли. А вы их теряете, ценные мысли. А потом уже не найдете. Один человек хотел написать научную работу. Но он, в отличие от вас, стремился написать и боялся, что мысль придет ночью. А он, если ее не запишет, она уйдет. Он проснется, уже нет ее. И он решил подготовиться к этому. Он листок взял, бумаги. Потом ручки иногда не пишут. Карандаш взял. Карандаш положил. И спокойно лег спать. И проспал. Часа 3-4. И в утрок она пришла. Мысли. Он ее... Раз. И после этого проспал еще 13 часов. Теперь совершенно спокойно. Она у него в кармане. Утром встает, распахивает окно. Берет надпись. И читает. Воздух сух, как гвоздь. Ну, не всегда приходят такие великие мысли. Иногда и другие. Ну, а может быть... А знаете, там вот есть такое... В производстве, например, конденсаторов есть такое правило. Выход годных там, допустим, идет технология обычно, производственная. Но выход годных 80%, 75% при нормальном производстве. То есть, они просто отбраковывают 25% или 20%. Остальное годный. Так же и мысли. Ну, у вас же мысли разные бывают. Вы глупый-то выбрасываете, а умный-то оставляете. И сюда опять записываете умный-то. Даже если у вас они резко приходят. Тем более надо записывать. Где папочка ваша с умными мыслями? Покажите мне ее. Нету? Нет. А что это вы так... Ну, что вы такое вообще? Не делайте так, как этот товарищ. Товариществуйте. Бойтесь таких, как этот товарищ. Ну, чего вы? А когда вы собираетесь? Потом, когда на вас тоже нажмут, для чего называют государство и университет? Государство – это же орудие силы. Орудие классового подчинения, да? И вот, когда нажмут уже на вас, уже пора уже. Вот обязательно писать курсовую. Нажмут, сказать, писать. Не напишешь – выгоняем. Так, тогда начинают писать. Обязательно писать дипломную, иначе выгоним. Или плохо писать – напишите, но плохо – тоже выгоним. Так, а если вы и сейчас не пишете, вы бы уже давно, у вас лежала бы она дипломная. А вы, когда скажете, что надо сдавать, вы бы и сдали. Ну, и чувствовали себя, как хорошо. А сейчас сидите, ну что вы такое? Что не писали? Непонятно. Что мешает? У нас наука должна быть старая или молодая. Встретили. Ну, я думал, сейчас с коллегами побеседую по историческим каким-то вопросам. Между прочим, у меня есть диплом историка. Думаю, я как дипломированный историк, я как-то с вами поговорю. А что с вами говорить? У вас ни одной работы исторической нет. Я разговаривать не хочу. У них есть. Я поэтому их и не спрашиваю. Зачем я буду их спрашивать? Я вас спрашиваю. А у вас нет. И это вас не красит. Ну, вот я думаю, это вот хорошее определение развития. Развитие – это выход за свой предел. Вам, молодой человек, надо выйти за свой предел и написать научную работу. Хорошо, видите как, вывод только один. А не выходить за свой предел вообще нехорошо, потому что это не соответствует. Вы же, а сущность у вас какая? Ну, а общество у нас постоянно развивается. А оно все время выходит за свой предел. Значит, сущность у вас пока не общественная. У вас мертвая какая-то сущность. Она не развивается. Не выходит за свой предел. Да. Ну, все-таки мы вас раскрыли. А внутри у вас оказалась мертвичина. Так, ну ладно. Я думаю, что в каждой шутке есть доля шутки. Но мы с вами, значит, кроме одного определения развития, что это движение низшего к высшему, простого к сложному. И должны еще констатировать, что развитие – постоянный выход за свой предел. Елена Исенбаева, вы все знаете? Да. Ну, а на сколько сделала мировых рекордов, поставила прыжках в высоту с шестом? Двадцать восемь. Двадцать восемь раз она выходила за свой предел. Но если она поставила мировой рекорд, никто в мире выше не прыгал. Она выходит и прыгает выше, чем в прошлый раз. И другие приходят ее, так сказать, те, кто с ней вместе соревнуются, посмотреть, когда возьмет очередную планку более высокую. Посмотреть. Потому что она очень сильно опережала. Двадцать восемь. Когда у вас будет двадцать восемь научных работ? А кто вы должны знать? Вы знаете, когда у него будет двадцать восемь? И вы не знаете. А что, товарищи или нет? Товарищи в беде. А? Так что тут бить? Ну ладно, да. А вы бить пробовали? Это я же не могу применять такие методы. У меня чисто вот убеждение. А вы соберитесь, да и товарищи, покажите Коськину мать. Так. Ну вот, я думаю, что это очень важно. Это очень важно. И, как вы понимаете, несмотря на то, что это такое слово, очень общеупотребительное понятие, да? Предел, граница. Вот выяснилось, что и границу надо. Такое понимание правильнее получить. И пределы тоже самое. Иначе вот все эти разговоры про развитие, они как-то так вот пропадают. И таких вот очень много понятий, которые используются. И используются не в соответствии с их точным научным значением. Почему? Потому что эти понятия детьми люди начинают употреблять с детства. А как дети учатся? Они просто повторяют. У них нет задачи понять, как у вас сейчас стоит у студентов. Правильно? У них задача повторить правильно. И их поправляют, если они неправильно. Они скажут передел. Именно не передел, а предел. Все, что от них требуется. Вот они запомнили. И вот люди, которые дальше повторяют, повторяют, они остаются с детскими представлениями, вот с незапамятных времен. И Гегель специально на этом останавливается. Почему самые массовидные такие понятия плохо понимаются и плохо разводят? Потому что они известны с детства. А кто будет заниматься тем, что известно? Надо заниматься неизвестным. А это известно же. И таких примеров известно сколько угодно. Вот я сейчас спрошу отпустить вас. Вот давай сейчас спрошу. Товар что такое? Знаете, что такое товар? А что вы забыли? Вам сколько лет? Вы старше меня или моложе? А что, если я не забыл, а вы забыли? Как это? Я что-то не очень понимаю. Интересно. Ну, деньги, может, знаете вы что такое. Деньги – это универсальный товар, который является эквивалентом среди других товаров. Сейчас мы вас проверим. Это деньги? Деньги. Ну, что же, я хорошо вас проверять буду, а вы? Вы-то вы неопытный. Ну, это же ясно, что какую-то гадость вас заготовил вам. А вы сразу так и ловите. Ну, какие это деньги? Подумайте сами. Это что, товар по-вашему? Вот это товар? Да это можно же не купить. Докупить-то можно, но это же не товар. А что это? Вы историк, не историк? Историю денег знаете? Ну, как? А кто? Интересно. Вы историк, и вы историю знаете кое-как. А я не историк, должен как-то как знать. Не очень мне понятно. Что, на это вот сейчас вы где-нибудь в древние времена, если вы такую бумажку дали, у вас бы как бы бревном вам не попало по голове. Бумажка – это что означает? И как называется? Вы вообще читали, что тут написано? Вы грамотны? Да. Ну, что написано? Вот что там объяснят. Билет. Билет Банка России. Вам же объясняют. Билет это, билет. А что вы говорите, что это деньги? Написано, Банка России, серьезная организация написала, билет для вас. Вы читать умеете? Ну, а что вы билет подаете за деньги? Как это вот такие билеты называются в науке? Банкноты. Ну, что такое банкноты? Ну, банковские билеты. Банкноты – это банковский билет. Банковский билет. То есть, где деньги лежат? Где деньги лежат, соответствующие вот этому? Банки. Ну, пусть они там и лежат. А то вы их… Пусть они там и лежат, а это их представитель. И это называется представитель денег. Вы Лаврова знаете? Путина знаете? Путин представитель Лаврова или Лавров представитель Путина? Ну, так это представитель денег, а вы это деньгами называйте. Так я сейчас напечатаю, здесь будет 500. Тут проблемы нашли. Вот, пожалуйста, 500. Зачем 500? Тысяча, вот. Тоже билет. А что, думаете, это трудно сделать? То же самое. Накрасили еще. А 5 тысяч? Например, это то же самое, дотрата труда. Это представители денег. А зачем деньги-то пускать, чтобы они ходили? Вам нужно тяжелые? Вам и так монеты сделали. Из чего? С какого плава? С плава? Из стали. А? Из стали. Стальные у нас. Некоторые говорят, что у нас рубль деревянный. Не верьте им. Вот это очерняет Россию. У нас стальные деньги. К магнитам. Берете магнит, берете 10-рубровку, притягиваете. Покрытый медно-никелью и шланг. А раньше были легкие. Недавно, еще несколько лет назад. Из медно-никелевого сплава. Ну, это же представитель денег. Он представляет какую-то часть золота. Золото лежит в банках, естественно. Вы можете пойти купить слиток. Но это вам долго надо быть студентом. Чтобы купить слиток. Это же месяц не лезть. А? Это же месяц не лезть. Не понял? Это месяц надо не лезть. Что месяц? Зачем вам есть? Вам надо слиток купить? И с ним умереть. Так. Ну вот мы тут поняли. Значит, вот так понятно. А какие еще понятия вы не знаете? Пока я какие-то знаете и не спрашиваю. А что спрашивать? Какие-то простые понятия. Я же только простые спрашиваю. Очень сложные не спрашиваю. Так, ну ладно. Значит, пойдем дальше тогда. Мы рассматриваем идею развития философии. Значит, рассматриваем мы с вами такой закон переходок количественных изменений в качественные. Есть такой закон? Есть такой закон. А вот как называется вот этот переход из одного качества в другое? В ходе изменения количества. Количество меняется. Меняется потом раз. И уже другое качество. Например, берем лед. Начинаем его нагревать. Как только мы его нагреем до температуры 0 градусов, этот лед начинает превращаться в жидкость. То есть вода из твердого состояния начинает превращаться в жидкое состояние. А вот этот сам переход как называется? Изменение. А? Как? Она все время изменяется. Когда температура идет, все время изменения. Это все изменения. Если у вас повышается температура, это изменения. Если понижается, тоже изменения. Все это изменения. Потом. Дальше мы заливаем эту воду, которую получили в чайник электрический. Включаем. И начинает кипеть. А что там шумит такое в чайник? Что там такое шум? Откуда шум? Ну, вы не писали научную роботу? Ну, шум-то в чайнике от чего? Можете сказать? А? Еще так шумно так поднимается? Что значит кипит? Ну, что такое кипит вода? Ну, что кипит? И от такой шум? От того, что она кипит? От того, что вода поднимается? Вода поднимается? Что туда поднимается? Что там поднимается? Вода что? А? А что поднимается-то? Пар поднимается. Та животная. Что пар там? В каком виде он поднимается? Газообразный. 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 Какую форму-то идет? Поднимается пар. Видите? Прямо как вот весь пар. Да? Как поднимается пар-то? А? Вы их видели хоть, как вода кипит? Слушайте, вообще, что мы выясняем сегодня? Что за люди тут сидят? Ну, видели, нет? Что появляется? Что поднимается наверх? Пузырьки. Ну, что? Пузырьки поднимаются. Пузырьки пара. Пар-то не просто там всей кучей поднимается. Пузырьки. И дальше судьба пузырьков какая? Вот поднимаются они наверх. И что? А? Лопаются. Лопаются. Лопаются? Что значит лопа? Как они могут лопнуть? Как они могут лопнуть? Это же не резиновые шарики. Они лопаются или, наоборот, ликвидируют сами себя? Они сами себя ликвидируют? Или ликвидируют их не сами, а они себя? Они попадают в какую воду? В холодную или в теплую? В более холодную? Наверху более холодная вода, чем внизу? Или менее холодная? А? Более холодная. Ну, если ваш пар поднимается в более холодную воду, температура которой ниже, чем 100 градусов. Что происходит с вашими пузырьками? Они прямо лопаются от того, что холод попадает. В воду превращается. То есть что? Они не лопаются, а захлопываются, наоборот. Ну, давайте вместе сделаем так. И так много человек делает. И что получается? Если каждый пузырек будет аплодисменты давать, из этих аплодисментов, получается вот такой шум. Я что, вы такой не видели никогда? А что такое? Надо научной зоркости иметь. Так, ну это как? Вот теперь произошел переход воды из жидкого состояния в газообразную. А как это называется, этот переход? Понятно, что кипение. Вот еще одно переход. Как эти переходы называются? Один переход из твердого состояния в жидкое, другой переход из жидкого состояния в газообразное. Как называются эти переходы? Да я когда грею, все равно изменения. Вот придумали еще. Тут ясно, что изменения. Как называется такое изменение, которое состоит в переходе из одного состояния в другое, качественно другое? Мы же изучаем закон изменения количественных перехода одного качества в другое при изменении количественного. Как называть это? Качественные изменения. Ну, качественные, да. Вот это качественные изменения, как называется? Вы идите с ним. Не слышали? Вы идите с ним. Никто не знает? Что, я такой умный, что ли? У меня такое впечатление начинается. Мне приятно среди вас находиться. Я так себя чувствую умным. Думаю, я... Они не знают, как называется, а я знаю такую ерунду. Из-за этой ерунды я так наполняюсь такой гордостью. Скачок это называется. Скачок. Не слышали такого понятия? Не слышали. А почему не слышали? Наукологи не читали. А скачок определяется, как в науке логики. Перерыв постепенности. Скачок это перерыв постепенности. Я почему к вам обращаюсь? Это вы вот всё время проводили линию, чтобы никаких не было революций, ничего. Чтобы всё было вот так вот тихо, мирно. Эволюция. Вы же с эволюционной теорией выступили в самом начале лекции. Я запомнил. Мы вас тут вскрыли. Вы враг революции. А революция – локомотивы и история. Вы хотите локомотивы все отцепить, чтобы история не поехала вперёд. Всё свелось к эволюции. А тут какая эволюция? Скачки идут, которые представляют собой перерывы постепенности. Но революция, между прочим, тоже скачок. Но не только скачок. Она больше, чем скачок. Она переворот. Потому что переворот означает, что класс, который был внизу, становится наверху. А который был наверху, оказывается внизу. Так, значит, скачки. Вот через эти скачки получается узловая линия отношений меры. Думаете, это не относится к истории? Очень даже относится. Вот всего таких скачков в истории было. Раз, два и общёлся. Считаем. При переходе от первобытно-общинного коммунизма к рабовладению. Скачок произошёл? Произошёл. Потому что была общая собственность. 90 тысяч лет. Потом раз. У вас есть собственность. Мы вот все ваши рабы. А вы наши рабовладелицы. Идите. И так скромненько сидите. Но если что, у меня раз и всё. Потому что хозяин рабов может их убить. Если ему захотелось. И это по закону. Правильно? Скачок? Скачок. Потом развивается, развивается рабовладение. И что? Появился феодализм. Это скачок? Скачок. Ну, это не противоречит тому, что это революция. Но это всякая революция – скачок. Не всякий скачок – революция. Потому что превращение воды в пар точно не революция. А если у вас оставлен чайник с водой на даче. И там вдруг замёрзло всё. И ваш чайник разорвал. Это не контрреволюция. Всё равно. То есть вот идут… Вот, знаете, мы начинали. Второй скачок. Третий скачок. Феодализм перешёл в капитализм. Третий скачок. И четвёртый скачок. Капитализм перешёл в коммунизм. У вас он переходит. Он ещё не завершился, этот скачок. Переходный период. Потому что политический скачок завершился. Политический. А экономический – нет. Переходная ситуация какая? Вот есть пузыри, так сказать, социалистические, а есть пузыри ещё холодные, гуржуазные. И это медленно там. Вот там где-то вы обязуетесь срочно за 100 лет это всё сделать. Переход. Это Россия, там выскочки. Раз, и за какие-то 18 лет сделали этот переход. Ну, там народу мало было у нас. Если у вас будет мало народу, может, вы тоже быстро сделаете. Может, вам разделиться по 150 миллионов на этих групп. И там быстро все, а потом снова объединиться. Извиниться. Ну, во всяком случае, вы не торопитесь. Вам за что торопиться сейчас у вас хорошо? Нам надо было торопиться, а наши нас бы съели. А вас сейчас никто не съест. Вы сами можете кого хотите съесть. Так. Ну вот. То есть вопрос о скачке, он не пустяковый. То есть мы просто выясняли, что такое скачок, но без этого теории, без понимания того, что такое скачок, перерыв постепенности, нельзя объяснить переход от одной общественной экономической информации к другой. И это не объясняется просто изменением. Но изменения идут. Что феодализм все время меняется. Капитализм все время меняется. Рабовладение все время меняется. Первобытный общинный коммунизм все время меняется. Средства производства все время меняются. Люди все время меняются. Все время все меняется. Это как раз вы этим никем не удивите. Никого. такими высказываниями. А вот это уже совсем другое дело. И мы берём такие категории, которые вам позарез нужны для объяснения. Граница, предел, скачок. А если мы не выражены этими категориями, мы не можем правильно описать. Мы не можем выразить в понятиях. А нам что нужно? Понять историческую истину или непонять? А понять, что это значит? Выразить в понятиях. Но не такие понятия возьмём и не выразим. Значит, ещё тут есть один такой закон единства и борьбы противоположностей. Закон единства и борьбы противоположностей. Да, в диалекте рассматривается. Во-первых, что такое закон? Кто-нибудь знает? Не юридически, конечно, а закон в философии, в истории. Что такое закон? Кто скажет? Вы это слово слышали? Какое я сейчас чувствую, это неудобно. Скажут, что-то вам всё пристаёт с какими-то вопросами. Ну, читайте лекцию спокойно. Ну, я не буду думать, что я буду вам читать лекцию. Думаю, какие-то вещи вы знаете. Скажут, что он нам такое всё читает. Мы это всё знаем. Я проверяю, что такое закон. Скажите, пожалуйста. Система определенная. А? Система определенная. Система? Правильно. Брат, ты взял всё. Серьёзно. Как? Это правило на нарушение надорога в среду нового. Это вы юрист, что ли? Нет. У вас родственники юристы? А у вас, наверное, председатель правительства юрист. Всё, нет, что ли? Он юрист. Ну, вот я и чувствую. Ну, я же предупредил. Не юридический закон, а закон природы. Какие там правила? Какие правила? Кто правила установил? Там, да? Там установили правила. На небесах. Вы верующие, да? Ну, то, что Господь установил, то вот эти правила мы соблюдаем. Да? Это имеется в виду? То есть не юридические, не божественные. Я спрашиваю, закон-то? Что такое закон? Определённость. Ну, конечно, определённость, но это не определение закона. Вы же не сказали. Это такая определённость, которая нарушает, что невозможно. Как невозможно, когда она всё время нарушается, закон. Нарушает, да? Да, да, да. Неужа, да, да. Юридический закон, это всегда возможно нарушить. Законы юридические, да это спокойно можно нарушить. Если их не было, тогда... Но мы не берём юридические всё-таки. Что такое законы? Исторический закон не хотите взять? Это странно. Вот историки сидят, и они хотят взять юридические законы. А почему не хотите исторические законы? Ну, экономические законы. Важно же для историков, да? Экономический закон. А его кто бы установил? Как вы-то экономисты, что ли, его установили? Или нет? Или экономисты изучают те законы, которые есть в экономике. Объективные. Ну, и что это такое? К кому мы пойдём? У кого вы, спрошусь? Я советую пойти к Гегелю. Он всё знает. И там у него открываешь, и написано. Чёрным по белым. Очень просто. Закон есть спокойное в явлении. В учении о сущности. Спокойное в явлении. Это что значит? Ну, вы представляете, явление. Вот посмотрите на море. Там бушует всё так. Брызги летят. Чайки летают. А что спокойное в явлении? А в явлении там какое-нибудь течение подводное идёт. И это подводное течение идёт постоянно. И не зависит от того, что там наверху. То есть закон – это спокойное в явлении. Вот вы со мной разговариваете, сейчас пишете. А спокойно у вас что? Спокойно то, что вы ни на одной научную работу не написали. А и вопросы, и всё хорошее говорите. И так, и человек хороший. Они написали. Ну, что это такой закон у вас плохой? Надо закон исправить. Спокойное в вашем явлении должно быть какое-то. Я спрашиваю вас. Вы пишете работу? Так если начал, то пишете или нет. Чего вы уклоняетесь-то? Вы отвечаете как положено. Не теперь, а короче. Вот, нормально. Но если человек думает на эту тему. Вы же думаете на эту тему? Ну, так вы пишете и работаете? И чего скрубничаете? Не позорите нас. Всё, работа, человек пишет. Уже один человек пишет. Есть ещё люди, которые не пишут? Нет уже людей. Всё. Ну, название уточняется, да? Да. Ну, понятно. Ну, конечно, название – это очень важно. Это целое. Закон. Спокойное в явлении. Хорошее же определение? Ну, где вы такое определение найдёте? Если полезете в словарь, это замучитесь. Разбираться, что там написано про закон. Повторяющийся, устойчивый, там, то, сё, связь, там. Надо чего только надо знать? Связистом быть. Повторять, устойчивость знать. Ну, спокойное в явлении. Это явление набурлит. Что-то есть постоянное, устойчивое. Есть спокойное в явлении. И всё. Так. А закон единства борьбы противоположностей. А что значит единство? Что значит единство? Неужчимая связь. Ну, как вы понимаете, единство – противоположность. Тут сколько противоположностей? Одно или две? Двух. Двух, если единство. Значит, одно. Единство – это одно. Единство – это одно, значит? Несколько. Так, нет. Это одно, которое будет несколько элементов. И именно элементов. Настругайте. Ходите настругать элементы. Камни, кирпичи. Где вы такое взяли? Элементы. В законе о единстве борьбы противоположности там нет этих элементов. Моменты там есть, а элементов нету. Закон. Единство борьбы противоположности. Противоположность. Можно сказать, что противоречие – это одна противоположность? Да. Одна. У него две стороны. Но раз они в единстве, значит, каждая сторона содержит в себе тоже и вторую сторону. А раз каждая сторона содержит вторую сторону, значит, их еще и две. Вот это одна противоположность, а стороны, каждой из сторон – тоже противоположность. Да? Тогда получается закон единства и борьбы этих противоположных сторон. единства и борьбы противоположностей вы за борьбу или за противоборство вот он за борьбу товарищ задумался он потому что вы и вам все равно а он пишет он думает он сейчас ляпну говорит не то и мне писать надо вам-то ничего не надо вас голова свободная сейчас пустая можно сказать а он из сотрудников ответственность какая он пишет же наука нужен для всего человечества это же сущность и общественного человека об сущность для всех пишет для всего мира а вы тут шутки какие-то тут гоняйте для нашей аудитории так две противоположности находятся в единстве и борются а что такое на счету и за борьба борьба для всеобщий закон если вы противоположности про всякое противоречие можно сказать что противоречие борются противоположные стороны можно а есть такие объекты которые не были бы противоречивы нету поэтому это вот мы сейчас с вами пока бы бегло проходим по этим вещам порядке обзора но это в общем все эти вещи которые имеют глубину а тождество вот тождество это тождество тождественного или тождество различного да то есть когда я говорю о тождестве то я имею ввиду что-то различное а вот мы с вами вот вы там мне показываете мы с вами как люди дождественные линия вам не кажется что вы человека я человек но мы люди дождественных вами а чего вы хотели от меня от креститься так и сказать вы вроде как это крокодил явь человек и вы человек но это же тоже чистое тордества человек человек а если бы а если а А какие еще бывают торжества? А бывает такое торжество торжественного? Бывает? Это торжество различного у нас было. А торжество торжественного бывает? Вот если смотреть, сейчас будет торжество торжественного. Я – это я. Вас продвинул я вперед, нет? Этим утверждением. Хорошо, я про вас скажу. Вы равны самой себе. Много вам? Больше стало ли знать? Вы – это вы. Вы узнали? Вот запишите, что вы – это вы. И это вы узнали сегодня на лекции. То есть весь смысл торжества, смысл торжества и смысл категории торжества, что всегда это торжество различного. А различие? Мы – различные люди с вами. Это различие чего? Тождественного. Потому что люди – мы. Люди. Мы различные что? Люди – вы человек и я человек. Никуда мы от этого не ушли. Но мы различные люди. Для того, чтобы мы были различными, мы должны были быть теми же самыми. Чтобы можно было нас различать, мы должны были быть людьми. Торжество берётся только как торжество различного, а различие берётся только как различие тождественного. И никаких других торжеств, никаких других различий нет. А иначе получается тавтология. В чём состоит тавтология? Утверждение одного и того же. Давайте я вам объясню, что такое ёлка. Но только буду объяснять не как сейчас, вот говорил, через различие, а просто вот запишите, пожалуйста, ёлка – это ёлка. Вы этого хотели? Ну, это вот как раз торжество, как торжество, взятое как просто повторение одного и того же. Это называется тавтологическая речь, просто повторение. Ничего нас над ним продвигает. Только вы, так сказать, собрались послушать, что я вам скажу, а я вам говорю, ёлка – это ёлка. Ну, вы, кстати, мы и сами это знаем. А вот в этом-то всё и дело, что мы говорим, что это торжество различного, а различие торжественного. Так. Есть вот закон отрицания-отрицания в истории действует. Вот как увидеть в этой истории, во всей истории, закон отрицания-отрицания. С чего начинается история? С какого общества? С коммунистического, правильно? Что значит коммунистическое? Коммунистическое – это слово коммунист. А коммунист означает что? Общее. Общее средство производства. Ясное дело, что работали общими средствами производства, и так при этом самом обществе на основе общественной собственности прожили люди 90 тысяч лет. Потом отрицание. В чём оно выражалось, отрицание? Робовладение, феодализм, капитализм – это всё. Это общество основано на какой собственности? На частной. Значит, это всё одна, можно считать, частнособственническая формация в трёх частях. В трёх частях. В трёх формациях частнособственнических, рабовладельческой. Ну вот это вот надо так делать, чтобы легко запомнить. Чё тут помнить? Три формации всего. Закон отрицания – отрицание. Коммунизм. Потом его отрицание. То есть рабовладение, феодализм, капитализм. И отрицание – отрицание. Возвращение к коммунизму, обогащённое чем? Всеми достижениями науки, культуры, всеми достижениями человечества, достигнутой в лоне частнособственнических формаций. Так? Вот если я спрошу, например, такой вопрос задам. А кто мама коммунизма? Капитализм. Ну, говорят, родимые пятна. Если родимые пятна, тут ясное дело. Но из какого общества родился? Не из феодального же? Не из рабовладельческого? Из какого? Из капиталистического. Поэтому как надо относиться к капитализму? Ну, вы скажете, отрицательно. Нет, это неправильно. Как положительно? Вы к родителям как относитесь? Вы родители ли? Вы себя отождествляете с родителями? Или вы не свои родители? Вы не свои родители? Или вы свои же и родители сразу? Вы прямо к ним примаски? Вы не свои. То есть вы отрицание своих родителей, правильно? Ну, брат, вы отрицание. Ну, какое вы отрицание? С удержанием всего того, что было в ваших родителях хорошего. Так я правильно понимаю? Отрицание с удержанием. Как это называется на философском языке? Кто скажет? Отрицание с удержанием. Не зряшное такое отрицание. Взял и выкинул. Ну, родители, все вот дети, они содержат в себе родителей. В том числе и бабушек, и дедушек, и дальше, и дальше, и дальше. За вами вообще весь хвост, все человечество тянется. Вот я на вас молю. Из-за чего мы с вами так долго разговариваем? Потому что вы не один. Там, знаете, куда идёт? Только до обезьян мы не дошли. На всякий случай, я тут остановился. А то скажете, нас оскорбляют на лекции. Как называется эта категория? Это отрицание с удержанием? Снятие. Снятие, да. Aufheben по-немецки. Снятие. То есть что такое коммунизм? Коммунизм в снятом виде. Ну вот поют нехорошо интернационалы некоторые люди, которые не знают диалектики. Они как поют? Весь мир насилия мы что делаем? Разрушим. И из этой пыли будем делать коммунизм. Из пыли? А те, кто знают, как правильно петь, они поют так. Весь мир насилия мы разроем до основания. Затем мы наш, мы новый мир построим. Рифмы есть? Есть. А если разрушим, мы построим? Нет, рифмы же. Как петь можно без рифмы? Я не понимаю. Ну, чтобы петь-то надо тоже соображать. Вы о чём поёте? Поют-то люди, как такую песню политическую, да? Революционную. Так если вы не соображаете, как, в чём состоит снятие, отрицание, как устроено. Что вы? Выкидывать всё будем? Что для достижения? Мы что, ломали, пошли ломать, вот как только у нас произошла революция в 1917 году, пошли ломать телефон, телеграф, железную дорогу громить. Или наоборот. Использовать стали? А банки что? Ломали банки? Или использовали как идеальную бухгалтерию нового общества? Как бухгалтерию нового общества? То есть никакого другого отрицания в обществе, кроме как отрицания диалектического, нет и быть не может. А кто людей это не понимает, они делают всякие глупости во время революционных событий. Неграмотные люди, которые думают, надо всё прежнее уничтожить. Ну, раз вы отрицание родителей ваших с ними, бывают какие-то споры, некоторые даже бывают и более натянутые отношения. Но это не означает, что вы перестаёте быть их детьми, а они перестаёте вашими родителями. Не только родители не выбирают, и детей не выбирают. Ну, как вы детей будете выбирать? Всё уже. Ну, ещё можете одного ребёнка родить, но этих-то не выберешь уже, всё. Или наоборот, их уже выбрали. Это пожизненные как бы президенты. Всё, родители проголосовали, всё. И дети проголосовали, потому что родители её точно уж никак не выбирают. Эти тоже у вас президенты пожизненные. Сидит пара, и никак не возможно от них избавиться теперь. Возможно от них... Они думают, как бы они вышли замуж, доженились. И улетели. Но недалеко. Ну, вот мы так грамотно, логически так начинаем это рассматривать. В соответствии с тем, как учит диалектическая логика. Правильно? Проблема сознания в философии. А что такое сознание? Кто-нибудь может сказать? Свойство материи... Вы какие-то куски мне притащили. Я попросил вас дать курочку живую. Вы мне, значит, ноги, хвост, голову принесли и сложили это все, трупные части. Ну, что это у вас... Ну, уже не складывается предложение. Ну, кто-нибудь вообще знает, что такое сознание? Тут есть люди сознательные? Это свойство организованной материи. Любое свойство. Ну, любое. Вот у меня... Я особо организованной материи. Да. Да? Вот я могу, например, обедать. Ну, это по золу сознания. Это что, не свойство? Ну, так вы так определили. Как вы определили, так я и говорю. Свойство. У меня много свойств. Какое свойство? Вы свойствует же много их. А вы мне дали свойство. Любое свойство бери. То, что я могу пообедать. Это вы меня называете сознанием. Основное свойство. Не знаю, какое у вас основное свойство. Тогда поужинать. Какое свойство? Ну, кто-нибудь скажет, что такое сознание? Ну, самое главное – это какое свойство. Да, свойство. Это правильно. Ну, какое свойство? Любое свойство человека. Вы прыгать умеете? Не. Значит, сознательный человек. Ну, то есть на логическом уровне это очень смешно выглядит. То есть я спрошу вас, скажите, что такое сознание? Вы говорите, это свойство. Высокоорганизованная материя. Да, правильно. Какое свойство? Вы не говорите, какое. И далее мне вывалили коробку с этими свойствами. Выбирайте любое. Да сами выберите и дайте мне. Ну, кто-нибудь может мне сказать, что такое сознание? Вот там, видишь, вот есть люди, которые ещё и мыслят. Не только сидят вот на первых партах, но мыслят ещё и люди. Вот, видите, они дальше сидят. Далеко глядят. Учитесь, молодой человек. Это вы специально, чтобы их, да, поддержать. Я понял. А то они всё выдавали, а они вот и вышли на первый план. Так всегда бывает. Пока некоторые думают, как написать научную работу, другие уже написали. И они уже выдают результаты научные. Да, это такое свойство, которое состоит в том, чтобы отражать материю, в том числе и себя. Правильно? Не только осознание, и самосознание. Оно существует, это сознание, как бы рядом с человеком, с этой высокоорганизованной материи. Или оно её свойство? Не рядом, правильно? То есть нету второго, бытия какого-то. Это свойство. Хотя в истории философии были такие учёные, зовут их Бюхнер, Фокт и Малишотт, которые говорили, что мозг вырабатывает мысль так, как печень вырабатывает желчь. Материалисты такие. И вот вы, если вы думаете, у вас прям мысль так идёт, течёт, течёт, течёт из мозга. Так, ну это хорошо. Так, ну вот. Поскольку это свойство высокоорганизованной материи, мы начинаем, подсчители этого самого свойства, изучать мозг. Центральное место в нервной системе занимает мозг. Головной мозг человека состоит из 40-50 миллиардов нейронов. 40-50 миллиардов нейронов. Они у вас не задействованы, поскольку вы не пишете. Их миллиарды. А у вас они все пустые. Для разговора используются два нейрона. Для перепалки со мной. Каждый из которых имеет до 10 тысяч соединений с соседними клетками. Мозг современного человека составляет 1,5 часть массы его тела. Но это нам не поможет в написании. Абсолютно. Для сравнения, у шимпанзе 1,150. Нет, вообще это поможет. У вас в три раза больше подсоотношение, чем у шимпанзе мозг, а вы все не написали еще в работе. Это зря увеличивали мозг. Люди слухают до вас, бабушка, дедушка, родители, прародители. Все, значит, лелели, чтобы ваш мозг вырос. И он вырос. И стал в три раза более тяжелым по сравнению с шимпанзе. А в работу не написали до сих пор. Просто острая необходимость. Просто ждем. Так. У гориллы 1,5 часть. Еще хуже у нее, чем у шимпанзе. У шимпанзе 1,150. Только два вида млекопитающих. Дельфины и морские свиньи. Превосходят человека и по весу мозга, и по количеству извилин. Вот морские свиньи, я к ним претензий не имею. Саня не пишет. Ну, им трудно писать. В воде там. Ну, дельфины тоже. Ну, и так хорошо, что они людей спасают, если они попадают в ситуацию тяжелую. Так они чувствуются тоже по весу мозга. Чувствуются вроде как свои, как вытаскивают. Так. Но еще важна не столько удельная масса мозга, сколько и его внутренняя организация. У человека некоторые нервные волокна проводят импульсы со скоростью 100 метров в секунду. Или 360 километров в час. Так и хочется сказать, что у вас с такой же скоростью у вас проходит, и все зря. И все зря. И нету вот этой... В следующий раз принесите маленькую работку на страничку. Ну, какую-то хоть написали бы, уже интересно почитать. Ну, что ты такое умное? Не делал вопрос. Вы не в количестве, правильно? В самом факте. Мы же изучали с вами бытие. А бытие как решается? Или есть у вас научная работа, или ее нету. Так? Вот смотрите, как студент представляет профессору. Я профессор как раз, доктор наук. Вы у меня представляете свою работу на одну страницу. Хотите на полстраницы? И все от вас уже отвязались. Потому что вы говорите, вот моя научная работа. Я говорю, а почему такая краска? Потому что краткость сестра таланта. Все, тогда вы уже со всех сторон защищены. А сейчас вы беззащитный просто человек. Я вас клею и клею. Вас только вот поддерживает один товарищ. Все остальные думают, чем это кончится? Не начнется ли какая-то потасовка вообще? Ну, пока идет все нормально. Так, 360 километров в час. Ужас. И хотя говорят, что только пятая часть мозга задействована. Ну, потому что и не пишут люди, так и не задействована. Но правильнее говорить, что мы знаем предназначение только одной пятой части мозга. А назначение остальных четырех пятых мы не знаем. Остальные четырех пятых говорят, да не надо писать это ничего. Да не надо это ничего писать. Вот так у вас не бывает? Только вы собираетесь что-то хорошее сделать, а вам другая часть мозга говорит, да ладно, ну чем это делать? И на это уходит очень много веса мозга. На это дело. Знаете, отговорки. Так, поверхность головного мозга, кора, имеет глубину 2-6 миллиметров, имеет извилины, благодаря которым поверхность мозга увеличивается в три раза. Ну, обладая количеством таких извилин, что нужно? Надо писать. Надо писать. Надо. Надо писать. 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 Надо писать.